Привет, друзья! Рад вас приветствовать на моем канале Alex Tissel. В сегодняшнем видео, в сегодняшней презентации, я бы хотел поговорить о будущем времени. Почему я взял это время? Потому что, если мы о прошлом очень много уже знаем, оно закончилось, свершилось, то о будущем мы мало что знаем. Мы не можем как бы заглянуть в будущее. Есть несколько способов выражения будущего времени в английском языке. Мы сначала пробежимся на четырех аспектах выражения, а именно факт, процесс, результат и процесс плюс результат, а также о намерениях. Так вот, возьмите, пожалуйста, листок бумаги, можно в серок с ней взять, такого формата. У меня доска прямоугольная, поэтому когда подходит вот такой вот, на маке. и как бы то, что я рисую на доске, вы можете рисовать себя на листке бумаги. Так, с чего мы начнем? Начнем мы с временного отрезка. Итак, я сейчас нарисую временной отрезок. Это у нас будет наше будущее время. Вот можно подписать future снизу, фью-чер. Окей? Наше будущее. Значит, получается так, рисуем такую линию, можно на всю страницу. Все, что туда ходит, это будущее. Здесь это у нас сейчас происходит. Now. Настоящее время. Прямо в данный момент. В момент моей речи. О, надеюсь. Здесь у нас past. Прошедшее. Три минуты назад я начал. Three minutes ago I started. Либо там 30 секунд. Now I am speaking. And you are, you are listening to me. That's right. So, now I am talking. I am speaking. Окей? То есть вот наше будущее время. Четыре аспекта. Еще раз. Факт, процесс, результат и процесс-результат. Значит, смотрите, друзья. Те, кто меня знает, знаете, что я люблю использовать майн-карты. То есть интеллект-карты такие, да? И попробуем все нарисовать. Вы можете под себя построиться, можете взять цветные карандаши, ручки, что хотите по мастеру. Это моя. Я никому не навязываю. Понравится, здорово. Не понравится, можете переделать под себя. Значит, первый такой у нас факт. Окей? Вот сюда можно описать future. Future. Так вот. Облачко такое. Это будущее, да? Первый у нас, скажем, такой вот. Это с помощью формы will. Да? Получается у нас здесь. Кто-то. Потом will плюс глагол. Verb глагол. Сюда пойдут слова такие как I think, maybe, maybe, I think, I will, maybe, I will, probably, 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 вероятно. Probably, как правило, идет после will. Сюда. I will, probably, какой-то глагол. Что тут еще есть? I am sure, I am sure, I am sure, я уверен, я что-то и так далее. Значит, получается, какие примеры могут быть? I think, perhaps, perhaps, возможно, maybe, может быть. I think, I will go to the cinema tomorrow. Думаю, я пойду в кино завтра, да? I think, I will go. Сокращенно, I will go to the cinema tomorrow. Завтра, по факту. I will wake up, I will get up, я встану, то есть, умоюсь, оденусь, пойду в кино. Причтение диска. I will go to the cinema and then maybe I will have dinner with my friends. Это просто spontaneous, instant decisions. Мгновенно такие принятия решения. Приходят в ресторан, садитесь, вам дают меню, вы взглянули и говорите I think I will go with spaghetti. Закажу спагетти, да? I will take, I will have spaghetti and ice cream. Второй момент. Второй момент, я возьму, например, синий маркер. Это процесс в будущем. Значит, next week, next week, I will be flying to New York, к примеру. I'll be flying. Окей? То есть, что получается? Получается у нас вот это will be, как за одно целое, это помощник. Flight плюс ING, кончайнинг, выражение длительности. I'll be flying to, точнее возьмем Сиэтл, потому что я действительно буду лететь. To Seattle. To Seattle. On... On Thursday. On Thursday. В четверг. В четверг. В четверг. On Thursday, I'll be flying to Seattle. То есть, вот у нас, например, здесь четверг. Thursday. Так. И, например, с какого-то времени по какой-то. Везде. И могу сказать. The cold day on Thursday, I'll be flying to Seattle. И подскажу from, например, from, не знаю, 11 a.m. To... Ну, там разница во времени, да? Ну, не важно. Ну, например, 6 p.m. То есть, в это время не звони. Do not call me. Why not? Because I'll be flying to Seattle. OK? Я буду лететь. Образуется с помощью will be. За одно целое, да? Большой помощник. Плюс глагол fly. Летать. И ING. OK. Let's go to the cinema tomorrow. What time? Well, let's say 6 p.m. 6 p.m. And I can't, man. Why not? Well, because I'll be meeting with my boss. То есть, в районе 6, в районе 6, я буду встречаться. То есть, вы можете увидеть меня в этом действии. Какой будет процесс. Так. Дальше, что у нас может быть? Дальше. Малоупотребляемое такое выражение, как результаты в будущем. К примеру. So. Я знаю, что я уже буду лететь, да, в четверг. В Сиэтл. Так вот. К 6 вечера я должен, ну, к 7 я уже должен прилететь, да? Все. Получается. I. Образуется. Will. Сокращается. Просто. I will have. И нам нужна сюда формула. Will have. Плюс В3. Что значит В3? Значит, глагол в третьей форме. Третья форма. Это, если он правильный, значит, в кончании D. Если неправильный, значит, там уже третья колонка. Третий столбик. I will have. Arrived. Arrived. In Seattle. Seattle. By. Вот этот вот by означает к. Когда к какому-то моменту, да, by. Когда будет результат. I'll have arrived in Seattle by 7 p.m. 7 p.m. Здесь у нас 7 p.m. Я буду лететь в процессе летения, да? И к 7 я прилечу. То есть, если здесь было. I will fly to Seattle. I'll go to Seattle. I'll be flying to Seattle. Я буду лететь. I will have arrived. Arrived в данном случае В3. Не прошедшее, иди, а причастие прошедшее, если хотите, термины. I will have fly, flew, flown, да? То есть, вот так вот. I will have get, got, gotten. Американский вариант. Гот, британский. I will have got to Seattle. Gotten to Seattle by 7 p.m. К 7 будет результат какой-то. Алекс, спрашиваете вы, а в чем разница между, например, I will fly to Seattle и I will have arrived? Да? Так вот, когда у вас идет к, вы подчеркиваете, будет результат. Кровь из носа вы к какому-то времени уже прилетите. Здесь вы просто говорите, I will fly tomorrow. Полечу просто завтра. Не указывайте, когда прилетите. Такое негласное, как бы, я так скажу, правило. Такая конструкция will have плюс В3 используется, ну да, редко вы со мной согласитесь. Но оно используется, как правило, при отдаленном каком-то будущем. Окей? Например, I will have been here in Moscow for two years by next Christmas. Так, в следующем Рождеству я здесь буду уже, ну не знаю, два года, пять лет и так далее. Окей. Ну и что тут у нас еще? И последнее такое, конструкция такая длинная, выражение значит результат процесс будущего времени к какому-то моменту. Да? К примеру, идет заседание какое-то. Получается так. They will have been. Вот этот they'll have been это один большой, грубо говоря, помощник. Не важно, кто у нас, he, she, да, там везде будет. We'll have been. They'll have been что? Плюс В с сингловым кончанием. В глагол we, verb. В сингловом кончанием. They'll have been. Meet. Встречаться. Meeting. Там собрание, встреча какая-то. For 10 hours. Они будут заседать, встречаться уже 10 часов. By, ну скажи там, 7 pm. By 7 pm. То есть вот у нас будет здесь 7 pm. Здесь вот отрезок 7 pm. В будущем, завтра, не важно когда. Они начнут заседать раньше. Будут заседать, заседать, заседать. И к 7, они то есть уже будут заседать 10 часов. И возможно там пойдет в будущее. А может быть нет. Мы не знаем. So, they'll have been meeting for 10 hours by 7 pm. Смотрите, чем отличается? Здесь К и здесь тоже К. Здесь будет процесс. А здесь как бы результат. Здесь получается результат с процессом. Они похожи. Вот это время немного сложнее, потому что надо знать третью колонку. В 3. Если вы не знаете, ну можно носить. И всегда найдет способ не использовать вот это время, а как-то другими словами выразить. И тут эти случаи предугадать сложно. Но в принципе смотрите. I will go. Go либо fly to Seattle. Tomorrow. I will be flying. Я буду в процессе. I will have arrived. Я уже прилечу к какому-то моменту. Когда bike означает бьет на результат. Здесь тоже самое bike, но плюс еще как долго. Вот это вот как долго. 10 hours. Скажем так. By next March I will have, можно сюда поставить already. Как вы знаете, already показывает нам результат. I'll have already been living here for 3 years by next March. К следующему актуру. Я буду уже здесь жить на протяжении столь кита лет. Если вы используете такие предложения в русском языке, в речи беглого, то пожалуйста. Не знаю что, чтобы не звучать как робота, говорить I will have been. Это все один большой помощник. Я буду иметь что-то сделанное в процессе. Не делать мы просто I'll have been. I'll have been. I'll have been. I'll have been doing something for. Ok? В следующем году я буду изучать английский уже там, не знаю, аубликациям уже там 20 с лишним лет. Next June, next July, I'll have already been studying English for whatever, 20 plus years. Right? Ok. Вот мы рассмотрели 4 аспекта. Значит, факт. Some fact. Ok. Process. Result. Process. And result. And result. perfect progressive. Perfect continuous. Я стараюсь избегать термин, как вы уже знаете. Так вот. Вот у нас 4 таких аспекта выражения будущего времени. Все бы хорошо. Везде тут задействован Will как помощник. Но в речи вот эти вот две, вот эта вот конструкция намного редко употребляется. Значит, что мы имеем? Я начинал писать уже. Значит, субъект кто-то, да? Я, мы, ты, вы, он, она, оно. Они, неважно кто, значит, will плюс глагол. Сюда идут слова. I think, maybe, perhaps, I'm sure, probably. Вот эти слова пойдут туда. Когда вы не уверены. Вас спрашивают. Ну чё, какие планы на завтра? Вы говорите. I don't know. Ну раз вы don't know, but I think, I will go to the cinema. Ok? I will go to the bar, to the club. И так далее. Так. Заль. Сюда мы поставим оборот. Be going to. Be going to плюс глагол. Когда я говорю be, это значит его три формы. Это какие? Am, is либо are. Здесь у нас были спонтанные решения. Decisions instant. Тут у нас plans. Скажем так. 50, 70% plans. Intentions. Намерения. Планы. Планы. I am, he is, you, we, they are. I am going to. Я собираюсь что-то сделать. Почему вы используете это время? Going to. Как бы да. I'm going to, эй, ты куда идешь? I'm going to the cinema, я иду в кино, можно перевести как реально иду, да? Но, если я говорю, I'm going to, и какой-то глагол, do sound, значит я собираюсь что-то сделать. Потому что я собираюсь это сделать сейчас, вот оно, I'm going to, I'm going to, и что-то какой-то, какой-то факт, что-то. I'm going to что-то сделать. Планы у меня какой-то. Планы может быть, значит, не знаю, 50-70%, что-то я уже спланировал. То есть, прежде всего, да, я уже спланировал, меня спрашивают, что собираюсь я делать на следующий уикенд? Я говорю, I'm going to visit my grandma, либо I'm going to drink, не знаю, кофе with my friends, там, не знаю, и так далее. I'm going to do something, это планы, так? Так. Вот это просто здесь will, и это will be going to, есть еще одна особенность. Они могут выражать оба predictions. Predictions, predictions. Здесь predictions stood. Что такое predictions? Predictions означает предсказание. И книжки будут говорить, ну, как бы, вот, всякая грамматика, да, будет вам диктовать, значит, что они оба как бы синонимичны, то есть там предсказание что-то произойдет, и там произойдет. Но, тут есть одно но, может, даже несколько но, но, которая самая такая, грубая разница, смотрите. Вот этот predictions, вот эти вот предсказания, когда вы говорите, если вы видите, беременная женщина идет, да, вы говорите, she is going to have a baby soon. Она собирается рожать скоро, у нее скоро будет ребенок, так? Да, конечно, у нее это в планах, но, когда вы говорите, вы посмотрели, то есть у вас какой-то внешний, внешний external evidence, внешний фактор, какие-то, да, какой-то evidence, какие-то доказательства, что это, что случится. Вы посмотрели на небо, смотрите, значит, и говорите, oh, it is going to rain, собирается пойти дождь, да, пойдет дождь, то есть облачка какие-то, температура искупала, там ветер падает, ну, так далее. То есть вот она идет, собирается рожать, точнее, родить, да, вы видите, то есть внешний фактор. Но, вы скажете, the baby will have blue eyes, да, у ребенка будут там синие глаза. Тут у вас тоже predictions, но на основании, то, что у вас в голове, то есть не внешние какие-то факторы, откуда вы можете знать, да, но то, что у вас внутри, то есть ваше, your personal judgment, ваше решение, your personal opinion, да, то есть вы судите об этом. То есть evidence, как такого доказательства, снаружи не является, то, что чисто ваше сугубо личное. Можно сказать, he is going to burn the toast, да, он собирается там, не знаю, спалить тост, то есть готовить хлебушек, да, либо he will burn the toast, don't let him cook, не позволяй ему готовить, потому что я знаю, он такой, то есть сейчас еще не видно, но he will burn the toast. То есть оба predictions, тут внешние какие-то доказательства есть, вы видите, там, на небо посмотрели, там, на кого-то, да, а есть то, что ваше сугубо личное мнение, так, да. Сюда идет еще что, может быть, threats, threats, threats означает угрозы какие-то, говорите. I will kill you, I will kick your butt, надеру тебе зад, if you do that, если ты это что-то сделаешь, неплохое, threats, да. Можно так сказать, I am going to, я собираюсь тебя надрать в зад, если ты там что-то сделал, то есть они как бы идут синонимично. Но здесь больше идет, когда у вас какие-то уже планы произошли, там, 50, там, 70%, да, то есть что-то для этого уже какие-то предпосылки были, здесь ничего нет. Здесь вы не говорите, здесь не говорите, I think, я думаю, я собираюсь, ты либо думай, либо собирайся, да. То есть, так, сейчас я это вот уберу. Значит, еще один такой очень важный момент в русском языке, чего русский почему-то не употребляет, не знаю почему. Значит, другой момент, же B, это значит, опять же, M is R, плюс глагол с инговым окончанием. То есть, группа R – это настоящее длительное время. I am standing here and I am talking to you. You are listening. В принципе, это now, в данный момент, at this very moment. Но когда я говорю, I am flying to Seattle on Thursday. Давайте запишем пример. I am flying to Seattle on Thursday. Кстати, очень кратенько, немножко ипотент, тем не менее. Очень часто люди, которые изучают английский язык, подают предлог. In Thursday, at Thursday, on Thursday. Друзья, как легко запомнить. У нас Monday, Monday, Monday содержит в себе буквы on. Видите здесь, on. Даже по-русски, по-недельник содержит в себе on. Поэтому, как вы вспомните, о днях неделя будет сразу on Monday, on Tuesday, on Wednesday, бла-бла-бла-бла, с этой лицей. I am flying to Seattle on Thursday. То есть, я настолько этот процесс реален, я его вижу, как сижу уже в кресле, да, как сейчас. Как будто сейчас это вижу, хотя он случится вот в четверг, через несколько дней. Как правило, почему употребляется то время, когда идет не то, что планы, а уже fixed arrangements. Fixed, надо красным выделить, fixed arrangements. То есть, какие-то уже фиксированы стопроцентные, ну, даже не стопроцентные, я бы сказал 99 процентов здесь. 99 процентов, да, там было 57, 199, степень уверенности. То есть, для этого я, как минимум, должен был уже сделать паспорт, визу получить, наверняка билеты купить, если мне там завтра, послезавтра лететь, там машину заказать, ну и так далее. Вы смотрите, когда вас, например, спрашивают, что будешь делать летом, да, говорите. Well, I don't know, I think I will travel somewhere. Просто куда-то поеду по путешествию. Если вы уже знаете планы свои, говорите, I am going to travel. Я собираюсь путешествовать. Если вы конкретно уже все для этого сделали, такси заказали, да, визу получили, то есть, там, билеты распечатали и так далее. Вот, например, билеты, да, то есть, лететь я буду туда-обратно. Машину заказал. В компании Budget у меня есть отдельное видео, можете. Смотреть, как я заказываю машину, как бы, в прямом эфире. То есть, вот, у меня для этого все есть. Тоже распечатал, я готов. Благо, что такси не заказал. Так вот, получается, I am flying to Seattle. On Thursday такого-то числа. Если посмотреть по билетам, что у меня, смотрите, Москва, там, Париж, потом Париж, Seattle. Так вот, говорю, значит, Thursday, from 10.30 to 12.00 p.m., I will be flying to Seattle. Окей? Я буду в процессе. Окей? And I will have a ride by 12.00 p.m. К 12.00. Ну, я дал чуть-чуть больше запас времени, да, там, например, by 1.00 p.m. То есть, я прилечу, приземлюсь. Окей? Допустим, так, через 5 минут будет, сколько у нас времени, часов у меня как бы нет, ну, допустим, сейчас без 5.10 дня, да, без 5.10 утра. Я говорю, by 10.00 a.m. I will have already been talking about this for 30 minutes. Через 5 минут к 10.00. Я буду говорить об этом всем уже полчаса. Так, значит, получается, планы, fix arrangements какие-то на 99%. Почему? Некоторые говорят на 100%. Я оставляю, как бы, 1% для таких случаев, как, не знаю, забастовка пилотов, да, какой-то, там, цунами, но полгут, то есть, встречать по дереву. Какие-то extenuating circumstances, там, force major, да, какой-то. То есть, поэтому, да, мы видим это, как будто это происходит сейчас. Я сижу в кресле, вот мне приносят орешки, там, сосательные конфетки в самолете и так далее. Я это вижу, смотрю уже, там, фильмы как будто. Но оно случится где-то в будущем, окей? Ну, друзья мои, вот этот результат с процессом очень редко используется. Тем более, здесь еще V3 надо знать, поэтому даже не заморачиваться. Что важно знать? Надо научиться различать, я знаю, между, когда использовать will, когда использовать be going to, собираться, когда использовать настоящее длительное время с выражением будущего, да. Вот об этом реально мало кто задумывается. Смотрите, пример такой. Есть у меня спроси. Алексей, ну, как правило, спрашиваю так. Алекс, что делаешь завтра? Вы что, спрашиваете, что сделаешь? What will you do? Это как бы школьник, как обычно спрашивает, потому что will – самый короткий, ну, как сказать, способ образования в будущее время. What will you do? И вот это what will you do – это что ты сделаешь? Это когда предполагается, если там пойдет завтра снег, я не знаю. Что ты сделаешь? Ну, тогда я надену варежки, не знаю, и пойду лепить снег до века. Вот. Обычно мы спрашиваем, какие планы на завтра? Какие планы на уикенд? What are your plans? So, what are you going to do? What are you going to do? I'm going to… То-то, то-то, то-то. Но, когда мы спрашиваем, что делаешь просто? Что делаешь? Hey, what are you doing? Hey, what are you doing tomorrow? Вы можете ответить, I don't know, I think I will, либо сказать, I am meeting with my friends, я встречаюсь с друзьями завтра, I am meeting with my friends. Беглая речь, беглая, как достигнуть, беглая, да, смотреть сериалы, как бы TED-шоу, там, какие-нибудь и так далее, TED-talks, это другой момент, как бы. Но, на Сити так и спрашивает, как мы по-русски, мы спрашиваем, что ты делаешь? Мы даже не говорим, что, мы говорим, что делаешь завтра, какие планы? So, what are you doing tomorrow? What are you doing over the weekend? I am visiting my parents. I am going to, and we are going to the club, and maybe we will drink, не знаю, maybe we will dance. Встречаюсь с друзьями, мы собираемся потом пойти в кино, и, может быть, мы там выпьем, потанцуем, не знаю, окей? Иногда есть такой еще момент, going to плюс глагол, да, я собираюсь куда-то пойти, I am going to go. Чтобы вот это не повторять масломасленным, I am going to go to McDonald's. Можно сказать просто, I am going to McDonald's, я собираюсь в McDonald's, I am going to the cinema. Конечно, мы должны пешком пойти, но если надо там на вертолете, скажите, by helicopter, да, можно сказать, I am going to walk. Но, чтобы не говорить going to go, можно использовать просто I am going to, I am going to. Вот этот gonna, правда, это в американском английском, gonna. I am going to, и все, to после него уже не идет, to вычеркнуть, просто глагол идет. I am going to, he is going to, she is going to. I am going to go. И тогда gonna go уже звучит немножко не как going to go, да, слишком масломасленный получается. I am going to go, I am going to visit. Окей, еще раз пробежимся. Алекс, what are you going to do at the weekend? I am going to visit my friends. I am going to visit my friends. And what are you going to do? Well, we haven't decided yet, мы еще не решили. But I think we will get together, соберемся вместе, and we will go somewhere, куда-нибудь пойдем. Вот так вот, получается у нас will, просто. Be going to show оборот, шикарный оборот, всегда выручает, если его мастерски научить им владеть. Be plus ingo окончание, то есть, настоящее, как сейчас, но выражает будущее время. Оно как будто 95%, вы прям сразу видите. Еще какой способ, ну еще способ, самый простенький такой, довольно-таки простенький. Be about. Be about, to, плюс какой-то глагол. Соответственно сюда. Am is are. Пример будет такой. I am about to go to a store. Я вот-вот сейчас пойду. Единственный момент, значит, он выражает прямо вот реально ближайшее будущее. Да, если это now, сейчас. Это прямо вот здесь случится, вот так вот. I am about to start doing something. Я вот-вот, перевести можно как вот-вот. Вы не скажете, если сейчас, например, июль, а вы говорите там в августе, я вот-вот сейчас там, чтобы полечить. Нет, конечно, да. Можно сказать. Я вот-вот сейчас начну преподавать. I am about to start teaching. So, I only got a minute. У меня только минутка к тебе. Окей? Для того. Так, может быть, вы можете спросить меня, задать вопрос, как же ли шелл, да? Ну, что шелл? В британском варианте он как бы сохранился там после I и we, я, мы. Но очень часто в разговоре просто идет сокращение двойное L, то есть I, и там уже без разницы, шелл тут, либо will и так далее. Но шелл используется при каких-то формальных, легальных, да, в легальных документах, например. You shall, там, pay him, то есть ты обязуешься платить ему, там, т, 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 какое-то, вот такое значение, да? Либо вежливо как-то вы, как сказать, спрашиваете, просите, задаете вопрос такой. Shall I open the window, а не открыть для нам окошко, да? Кстати, вот этот шелл, я вспомнил сейчас случай, когда, значит, я приехал в Штаты, да, на Аляску, и в первый месяц буквально моего пребывания там, я шел, ну, преподавать, ну, и как меня учили, там, shall, надо вежливо так вот просить и так далее. Я, значит, смотрю, девушка идет с коробкой, да, полной коробкой, a box full of books and stuff like that. И она несет такая, и я вперед, раз, к двери, I go, shall I open the door, и я раз, открываю дверь, а она следует на меня такая смотрю такая, типа, иди давай, я посмотрел, говорю, что, не так что-то спросил, что ли? Так, вроде, за собой дверь закрыл, ну, и такой прошел, поворачиваясь, она берет ногой, там такая кнопка такая, ну, с инвалидным знаком такая, ну, не ногой, как стукнет, дверь автоматически, открывается такая, она заходит, я говорю, м-м-м, типа, как ты? Пришел в класс, ну, и студентом, я спросил, shall I open, то есть, я же вежливо, как бы, сказал, говорит, Алик сделал не в тебе, делал, просто она хотела показать, что она может сама со всем справляться, поэтому, shall используется, shall I carry your bag, может мне следует понести там твою сумку, в таком значении, да? Так, это я вам рассказал, это я рассказал, что еще может быть? Можно, если хотите, добавить сюда timetables, timetables, расписание, ну, и расписание будет выражаться с помощью просто факта настоящего, то есть, как present simple, знаю, например, my plane arrives, my plane, можно сказать, will arrive, но, как бы, по праву будет arrives, третье лицо сюда, as, потому что plane у нас arrives, я тут сказал, ну, так далее, третье лицо, he should, plane, это it, my plane arrives in Seattle, там, например, at 1 p.m. Прибывает, почему, ну, потому что это расписание, самолеты взлетают, садятся каждый день, либо, там, понедельник, среда, пятница, 1 p.m., поэтому так и будет, да, прибывает восток, а, как бы, прибывайте каждый день, и в то же время tomorrow, либо, так далее, можно сказать, потому что это расписание, plane, buses, там, не знаю, trains, ну, и так далее. Итак, друзья, что из этого всего вы должны выяснить? А то, что самые распространенные, как бы, конструкции, ну, я не могу сказать самые-самые распространенные, да, я же не прав, например, 100 тысяч человек не опрашивал говорить, хм, сколько вы, там, уилов, либо говничу используете в день. Но, все зависит от того, насколько спикер уверен в будущем. То есть, если у него 99%, он скажет так, если у него планы какие-то, он какие-то для этого что-то сделал, он скажет вот так, если он вообще ничего не думал, его застали в росток, то он скажет с помощью will. А все вот это, вот, длительность, как бы, результат, процесс, это уже другой момент, да. Вот и получаем у нас. I will, I think I will travel in summer. Когда я уже знаю, в такой промежутке, я говорю, I will be traveling, I will be taking bus, I will be... Потом, I am going to travel, I am traveling. Я собираюсь путешествовать, я путешествую, там, завтра и так далее. Окей? Ну, и гоно всегда поможет. Тут можно отдельное видео снять по гоно, в американских сериалах смотреть, постоянно этот гоно задействую, в британских будет going to, и так далее, незавимозаменяемое. Надеюсь, это было вам полезно. So, this whole presentation has been helpful. И, как бы, пишите комментарии, да, то есть, с удовольствием прочитаю, что-то изменю. Выпущу другое. Если более, какая-то подробная разница нужна, то есть, постараюсь тоже вам рассказать. А так, в принципе, желаю всем удачи. How's you now to video? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok